Очень многих останавливает от того, чтобы ехать на заработки за границу, из-за кого барьер? Насколько важно знать иностранный, хотя бы элементарный, а английский хотя бы на каком-то примитивном уровне? Ой, я вот знаю, английский на уровне advanced, и приехала я в Америку. Это типа хорошо, я вам переведу. Типа спасибо, интерпренер мой любимый. Короче, она затрота заучка, она реально офигенно знать английский. Ну да, да, согласна, я красотка. А я такой человек, который говорю. Ну, у вас английский не похож на тот, на который мы говорим, мне кажется. Английский? Я приезжаю в Америку, когда у нас еще было в абзаце, это все с рубрики абзац, в абзаце начиналось. И я такая, hello, would you please give me, would you be so kind? И на меня дивились такие, девочка, я сказала, Настя, девочка задротик, что-то там. И они такие, что? А у них взагалі, английский совсем не шо, а у маркетинец. А филипинцы на якой маяки моды говорите? А филиппинцы так говорят, letter, pipe, pipe, water. И там взагалі проблем нема. Ну, як, там є проблеми? И если, я хочу сказать, что если в Америке мне довелося потом переходить на give me, please, и какие-то элементарные штуки, то на Филиппинах, в них хоть англійська и другая мова, англійська официйна, но все так написано на бумажке, и доводилось просто играть в крокодила. Work me, please, please, вот так это было. А у меня с английского я тот человек, который говорит, hello, my name is Настя, who is on duty today, London is the capital of Great Britain. Моя англійська обожаю. Красиво. А что ты прячешь, ты тоже такая самая, я знаю тебе. Короче, як, насправді, завжди знайдеться людина, яка пойму твою ламанин английский. Да, это правда. Дуже часто ми з'яснили, що є роботи там, де взагалі англійська не треба. Ну, є вона, дійсно, якщо ти працює з посудомикою, то тебе не обов'язково знати англійську мову, ти на пальцях можеш пояснити, або через перекладач в телефоні домовитися про зарплату, і все, а ти ж там з посуду не будеш говорити, дуже часто рятує. Зараз вже є такий ж перекладачий, що наговорив, і воно одразу вкручило, воно йому перевело, ти такий, а це круто, так. О, я вспомнила, живи. В Америці не було проблеми, все одно ти знаєш якийсь набір слів, hello, work, need money, там ще щось, і пояснив. В Мексиці це просто якийсь прикол, нас попереджали, що в Мексиці не говорять англійською, тіпа тільки іспанською. Ну, я сподівалася, що люди хоча б знають слово chicken, або там please, sorry, sorry. Вони б настільки не знаю англійською, що вони, мені здається, навіть не знають, що взагалі існує Англія чи Америка, і взагалі, що це за мова така. А у них ще складна мова ця іспанська, божечки, я пам'ятаю, я замовляю і хочу щось замовити поїсти, а він на мене стоїть, я кажу chicken, chicken. Він такий, ага, все, не спасіто, і все. Я йому вже там і просто показувала, вони взагалі нічого не знають. Ти ми кажеш томато, томато, там томато, це не томати і не помідори, там якесь своє інше слово є і це нереально їм і пояснити. От в Мексиці було дуже складно з незнанням іспанської мови, що залежить від міста. В Мехико трошки легше було, вони чуть-чуть хоча б говорять англійською, а то не дуже. А в Гадалахарі це взагалі був, типо, прикол. Ми люди, яких ніхто не розумів, взагалі ніяк і ніколи. І це було складно і в роботі, і всюди. Бо багато енергії, купа енергії. Тобто, щоб просто поприсідати і показати тебе крокоділа, що ти хочеш від нього. Сложно. В Америці хай. Все добре. Вам за час командирок удалось освоїть багато різних професій, навыків і т.д. Нашли, може бути, якусь ідеальну роботу, мечту, і не подумали, «Ти, зачем мені та журналистика? Поработаю тут год-другой, заработаю себе на квартирку в Києві». Я не подумала. Май фейворит сіті із Києв. А я иногда думала, що ти хочеш повертатись завжди. Я иногда думала, що в Америки… Блин, кажу, «Домойка заработилась в Києві». І що ти, Брюна, тобі як вікаря? Тебе сподобалось? Ні, насправді, ні. Ну, не знаю. Ти, «Домойка може себе заработати на аренду квартири 1500 доларів в місяць? Що, щоб покушати?» А там, мені насправді, це тільки виглядає. Кажется, що «American Dream», зараз поїду в Америку, буду жити. Насправді люди з Гребічани. Я не один раз бачила таку історію. Одна з прикладів, дівчиночка, з якої я прибирала офіс, вона по ночам десь з 10 до 12 ночі, чи, наприклад, з 8 до 12 прибирає офіси вночі. За це отримує десь 1500 доларів. А в день вона ще працює нянькою. Тобто, у людини взагалі немає життя. Вона жінка, але вона паша так, наче, я не знаю, вона йде від життів, як у кішки. Я їздила теж в Америку, в Нью-Йорк, і там дівчинка наша офіційно абсолютно все окей працює, шиє сукні дизайнерські весільні, але вона тільки там і сидить. І в неї, от крім роботи, вона в основному тільки працює, потім повертається додому, ночує їсть і йде на роботу. Тобто, в Америкі жорстко, в Нью-Йорку, я можу тільки за Нью-Йорк говорити, нас ті більше знесли. А в Азії, то там звичайно менше пари, тобто там все езі такі? Я забула питання. Нормально, следующее. Это про роботу мечты, хотілася. А, робота мечты. Робота мечты, кстати. Скільки було? У мене проблема в тому, що мені не везло. О, боже. Например, там в барі. Та ну, це ужасна робота, в Нью-Йорке ми роботаємо по Сфер Моделс. Це взагалі не на мене робота. Це ужас. Атмосфера Моделсу. Конечно, там легкие деньги в Нью-Йорке є. Правда є. Ти можеш заработати. Много зробити, якщо ти красива дівчина. Ти должна зрозуміти, що у тебе будуть приставати мужики. І вони реально пристають. Там не було такого, що мені хтось приглашав секс. Или там сразу же не було. Але сам факт, що ти як би там, для того, щоб к тебе заигрывали. А вони часто лезуть сразу з руками там пообниматься. А мне хочеться сказати, ой, подожди, подожди, чувак, не надо. Так, там платять обалденные бабки за те, що ти просто тусуєшся з мужиками. І моделинг там хороший. А я тусувала з пандами і пінгвинами. Оце, мені здається, була найкраща робота. Просто робота Марії. Це було в Гонкон. Уже під кінець відрядження. Там реально пощастило. Ну, з пандами окрема история, ви побачите, там все дуже складно. Бо це ж національне достояння Китая. Всі панди світу належать насправді Китаю. Вони їх здають в оренду в зіопарки за більшими гроші. А от пінгвини, там вони такими кальовими, такими мішні, манюшечки. Їх треба було зважувати. Я деду не там роботала. Це була дуже крута робота Настенька. Тобто можна було і залишатися, да? А скільки платили за уход за пінгвинами? Побачите, там класно все. В Гонконгу все нормально. Тобто можна було і зарабатувати на цьому, і жити за ті гроші? Можна. Але треба буде дуже багато працювати. Блин, у мене не було хорожих робот. Точнее, не все хороші, але просто мене везло вечно какую-то... Иду на одну роботу, а потом, оказывается, она не така, как я себе представляла. Молодці. Уже тут є питання. А якась самая отвратительна робота, на якому я працювала? Тобто хотілася зістаномити дзюк і уйти. У мене таке було. Це буде через неделю в ефірі. Це просто був адський треш. Я просто пошла мить небоскреби в Чикаго. Ой-ой-ой. Я не боюсь я высоты. Я людина, я не боюсь я высоты. Я людина, я не боюсь я высоты. Я була уверена, що це буде обалденно, легко, круто. Це був адський ад. У мене в голові... Я думала, що... У мене в голові я... Я умру, сьогодні я умру. Позвонять сейчас на канал і скажуть, Кошман лежить на асфальте. Ее раз... Она лепешка, извините. Я вам серьезно. Я отходила от этого, наверное, ще більше суток. Мене просто так вот калашматило. Это надо посмотреть честно. Просто це в ефірі через неделю. Для такого роботи не нужна лицензія? Ну, це ж не голову мути, извините. Это на удивление. Там самое главное – это отвага. Я тоже думала, что там... Отвага – это наша суперсила. У нас изначально появилась идея. Блин, класс, Чикаго – город небоскребов, а давайте почитаем. И мы нашли, что есть такая работа. Я даже почитала предварительно, что это оказывается одна из самых опасных работ в мире. Плюс-минус, я так себе догадывалась. Но я была уверена, я человек, который боится на насекомых, но не боится высоты. Поэтому я думаю, чё-чё, а там меня вроде не должны атаковать стая пауком на высоте. Поэтому всё будет хорошо. Но вообще было не так, вообще было не так. Это был жуткий страх для меня. Мы нашли обезбашенных мексиканцев, которые мне сразу сказали, да, пожалуйста, лезь. У них основной тест был, в общем-то, перелезешь ты или не перелезешь. Через бурки. Да, всё, на тридцатом этаже. Тридцатый этаж – это как две шестнадцатиэтажки одну на другую поставить. Вы понимаете, там можно укакаться. Серьезно, от страха даже ты не боишься высоты. Всё. Фух, это просто вспомнилось. А вот у нас валик в моей группе, мій співведучий валик, он боится высоты. И он надролеет его, и его зацепило. Я теперь знаю, что означает «зацепило». Он не мог говорить. У него вот тут рот склеет и всё. Серце там схопило. И он стоит, как задублый. О, это было ему реально здорово. А ты какие-то воли какие-то там, где ты преодолевала свои страхи? Да, да. Я червяков ела от таких. Вдовбывала их из этих гнилої деревни. И это… Такая работа была жахлива, просто соревнована. Был очень нудный вермешель. Виявляется, можно мясить, сидячи на такие великые палецы вверхи. И делая вот так. И когда весь Гонконг сходится, и думаешь, как ты вермешельку мешаешь. Вот это был позор вообще. И всей моей жизни из седины сейчас появилась. А ещё вспомнила. Продавать, кстати, в Чикагском метро, это было… Ну правда. Я вам скажу, что мы решили попробовать. Ну типа, у нас же метро продают, продают. Мы изначально вспомнили… Как будто я такая заразная. Мы просто от нас отходили вот так вот. Ну я себя чувствовала абсолютным изгоем. И я понимала, что надо идти дальше продавать. У меня ещё полная торба, пластыри и всего. Но это было нелегко внутренне переступить через себя, когда от тебя люди реально шарахаются. И Настя на гармошке играла, да? На аккордеоне. Она очень смелая, такая безбашенная. Я её обожаю, потому что мы с Анютой в паре. Она просто психопат какой-то. Она красивая, сексуальная. Она висит на каблах. Но она иногда такое чадит. Тут такое лезет, что я иногда даже от нее не ожидаю. Кстати, пластыри упомянули. Есть вопрос, случается ли ситуация, когда понадобилось обратиться за медицинской помощью? Как работает страховка за границей? Случалось. Случалось, да. У нас Америка обошлась без травм. Чуть-чуть. Только нервные срывы. Бывает. У нас Филиппины обошлись с травмами на третий день. По приезду стал поганым моим режиссером в Виці Коноваловой. И мы в лекарню её повезли. И я звонила в Киеве и сказала, Вика умирает. Что мне делать? Но Вы же едете туда со страховкой, правильно? Но надо было связаться со страховкой. Насправді я была неймоверна перефтома и джет-лег. Потому что разница в часах, это тоже надо враховывать, кто едет 8 часов. А мы приезжаем и мы не проголодживаемся, а мы начинаем працювать на наступный день. И за рахунок этого изменения часа, этот жарист, вологисть, там такой климат, вологисть майже 100. Картинка не передает. И когда ты смотришь по повізору, думаешь, что там все чудово. Но на самом деле ты задыхаешь и думаешь, что я умираю, как Настя на небоскребе. А ты просто стоишь, и все хорошо. И ты уже умираешь. Вот. То там стало погано наши девочки. Но страхова, слава Богу, все хладнало. Ей, мы пошли крапанец, по-моему, зробили. И все там вимиряли, что нужно, дали таблетки. А вот у нас еще Макс и Уля, когда ездили, то Макс Узел и его режиссер Юля стало погано. Вони под крапельницами лежали. Но прикол того, что моя любимая история, что травнулись, попали в больницу. Ну что делать главное? Снимать. Под капельницей режиссер Юля лежит, мне кажется, я не знаю. Но она вот так лежит. Макса себя снимает. Вечень слушает, такие все трехи психанутые, все-таки в хорошем состоянии. А как, а есть возможность показать медицину в этой стране? Треба показать. Треба показать. У нас была, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас была, у нас, у нас была, у нас была ситуация, режиссер тоже захворела, тому, что мы иногда снимаем очень долго на улице. Можливостей не, не завжди, есть возможность, або правильно подобрали одяг, очень захворела. Но Немеччина в том плане прекрасна, что тоже страховка, ревно 15 минут нам понадобилось, чтобы вызвать лікаря вночі. И, причем, это были свята. Приехал лікарь, даже через 15 минут, как мы подзвонили, поведомили, что у нас проблемы. А проблемы были действительно серьезные, потому что Яна вообще не могла снимать. Она подзвонила нам и говорит, Юля, Настя, заканчивайте свою съемку, нам нужно, чтобы вы приехали и сняли Аню, потому что я не могу снимать. И мы просто с Юлей закончили быстро отсняли мою съемку, поехали спасать ту работу, потому что не было возможности ее нормально отснять. И пришел врач в джинсах, в толстовочке, в сумочках, в девчонке. Причем с ламаной, но русской мовой. И нормально все послухав, и писал Вики, и буквально Яночка Славовна. И наступный день уже было на нам. А мы так делались из пугов, насправді, потому что мы думали, что эти симптомы, это не какие-то шаленые перевантажения или что-то. Мы впервые подумали, что это малярия, потому что мы начитались, где не есть малярия. Вы делали какие-то люди, которые еще не ехали в Азию? Не очень. А вот кто ездил в Центральную Америку, все, что нужно уже сделать. И заходишь в эту палату в Азии, а там клиника хоть приватная, все такое, все прекрасно, но там только шторки, там не кабинет, а просто великое такое примещение, и шторочка на отделении, и лежачка. И можно так ручкой комусь почухать, вузик в иншей палате. Мне тоже интересно, понимаете, я этого всего не слышала еще. Ну, кстати, вы же общались немало с нашими эмигрантами. Вот нет у них сожаления, что они уехали за границу, остались там жить, работать? Или их все устраивает? Какие впечатления? Ну, если они не возвращаются, я думаю, что человек всегда в силе все поменять и вернуть. Есть, на самом деле, два варианта эмигрантов. Одни говорят, боже, я так сумую, так сумую, просто что-то украинское для меня это как... А другие говорят, да Господи, это зависит от человека, может быть. Ты тоже вспомнил, например, в Португалии. Познайомилась с одной женщиной, и она говорит, как классно, я после работы гуляю, я езжу, тут океан поруч. И все же день я бачу другую женщину, которая говорит, что я зарабатываю на хату, я хочу сделать ремонт и потом в нее поехать в Португалю, чтобы хата стояла. И она очень хочет в Украину, я ее тягну. Она говорит, что я не хочу в этих парках, мне не интересно, я не ездила на океан. Есть разные люди, и мы не агитуем уезжать. Мы очень часто показываем эти проблемы, чтобы люди понимали, что работа зарабатывается настолько нелегкой. И эти проблемы, которые с нами становятся, это просто реальность, которую нужно осуществлять. И если вы скажете, что у вас плохой начальник, и вы такие бедненькие, и сидите в офисе, то посмотрите, какая еще работа, и может у вас что-то изменится в жизни, какие-то ставления к своей работе. Тут уже людей зависит. Есть вопрос от читателей, что обязательно есть в вашем шагу в командировке. Можно я? Ну давай. У меня есть три аптечки, моя птиханута. Я птиханута. Но, кстати, я одну аптечку кладу завжди в рюкзак и всех выручаю. Хоть я может и птиханута, но всем всегда нужно. Або вугильник, або что-то с животом еще серьезнее, або пластырь. Потому что у нас все травмуются во время работы, порезы. Валик так травмировался на кокосе лис, что у него в Киеве еще 2-3 месяца нога заживала. И тут Аліночка такая, вот тебе спрей, вот тебе таблетки. Поэтому обязательно должна быть аптечка. И еще у меня были аптечки. Не обязательно. У валюты не слушайте ее. Ну так, на всякий случай. Мы все равно пошли, хоть и не делали щеплень, но мы пошли до лекаря. И на канал нам вызвали лекаря, который нам рассказал, что нужно. Нам закупили лекаря необходимые при всяких кусах комаров, чтобы не было лихоманки и так далее. И оно тоже лежало в отдельной аптечке. Но слава богу, не знали. Боже, у нас была аптечка, мы ее раны, я не помню, уже одного раза, мабуть, не достали. Во-первых, мы не убиенные какие-то люди, лошади. Солдаты. У меня всегда обязательно это видят. Ну правда. Это просто... Почему мы называемся Hard Travel Show? Потому что мы не видим, по сути, даже нормального города, где мы сидим. Правда. Но ты иногда сидишь, амонтируешь, смотришь весь ходик и такой, блин, я что здесь была. Круто, круто. Потому что ты постоянно все снимаешь, постоянно тебе все нужно зафиксировать. Ты постоянно думаешь, чтобы, не дай бог, что-то не пропустить. И через это вы же понимаете, что ты очень поздно лягаешь, очень рано покидаешься. И мы всегда не виспаним. Найскладнейший, мабуть, заграничный доступ. Потому что, когда ты месяц реально не спишь. Патчи. Да. Мы всегда выходим с патчами, идем на работу, а потом таки, ну что пишем? Пишем. Патчи. Круто. Я вижу у себя работу. Кстати, я так понимаю, свободного времени нет. Потому что спрашивают, а как вы проводите свободное время? Спиро. Свободное время? Знакомое слово. Свободное время. Багните, пожалуйста. У нас был вихедный. У нас тоже был один вихедный в Берлине. И меня просто так за шкирки девчата вытягали. Идем посмотрим в Берлин. Я говорила, оставьте меня, я буду спать. Ну, по-різному. Это было прекрасно. На море. На море мы пошли, и мы даже купались. И это было прекрасно. Я даже не знаю, почему люди едут на Филиппины. Вот туристы. Там божественно. А сколько времени для этого съемки? В смысле? Одна срок? Реал-тайм. Это же реалити. У меня есть 200 годы. Сколько дней вы там проводите? А, ну вот в Америку мы больше 35 дней были. Америка и Мексика. И почти без выходных. Вообще без выходных. Америка у нас была вообще без выходных. Это просто когда мы уже приехали и сказали, ребята, извините, мы очень любим работать. Но от усталости настолько издавали нервы иногда, что принято было решение нам хотя бы один выходной где-то посредине командировочки давать, чтобы просто поспали. Потому что даже заработчане так не пашут. Потому что это слишком. Я не знаю, сколько я литров кави. Я не знаю. Сколько вы снимаете? Тоже. Туда же тоже. Приходишь в раночку, 8 годин снимаемый день. Это не то, что ты пришел. Все, сняли, как я подержала там что-то. Все, спасибо. А ты працюешь 8 годин и режиссер ты в Відней. Кто? Сороконожка или как? Богомол. Богомол. Ряжок, мы говорим. Богомол эти 8 годин колова снимает. Да. А потом уже из этого материала вот такие характерные. Но вам платят богомолы? Богомолы вообще саудильчики, как говорится. Мы добрые. Кстати, знаете, когда ведущие Орел и Решка к нам приходят, то мы спрашиваем всегда, какие сувениры вы привозите из стран. Что вы привозите? Я вообще не люблю сувениры, честно. Даже магнитили не привозите. А я купила микрофон. Я тоже люблю сувениры. Я в нем спевала, да. А Линка принесла этот микрофон и мы в него все. Ну я просто реально, я такая людина, я не любит, чтобы ей привозил сувениры. Я люблю что-то практичное, например. Ты мне такую крутую штуку привязала с этим сувеником. Ну да, это слишком практичная. Это была косметичка. Это магнитики. Эти какие-то абсолютно ненужные рюмочки. Для меня это такой полисборник. Я не вижу смысла. А еще у нас постоянные перевесы. Представляете, поехать на месяц в командировку. Это же ограничение по багажу. А мы девочки. Это невозможно что-то купить. Там 4 килограммов на 5. Реально. Найбільше проблемой что-то купить. Потому что, даже если ты что-то хочешь придбать. Ну, например. Я не помню. Но были моменты, когда я хотел что-то купить. Но, блин. Вот такие, например. Я не знаю. Блин. Джирафтери. Да. Какой-то. Тебе некуда это вкладывать. У нас, конечно, самый прикол, что это с Аней. Она самая маленькая, но у нее самый большой чемодан. В колонии торт-туфлей. В командировке. Это прикол. Много. У нее много шпилек. Но у нас всегда такая. Она приходит постоянно на стойку регистрации. Постоянно такая. Знает, что у нее перевесы. И такая. Пожалуйста. А вдруг. А вдруг. Мне отвечают. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы затаскиваем такие. Все втроем. И я чемодан. И потом такие. И она начинает. Типа. Типа. И вручную гладень несем. Поэтому сувениры это вообще не про нас. У нас нет ни денег. Ни времени. Ни места в чемодане, чтобы покупать сувениры. Честно. У меня был валик. И это было прекрасно. Валик и Леша. У нас же хлопцы. У них меньше речей. И такие. Мальчики. Блин. Это круто. У нас были одни девочки. Блин. Реально надо с мальчиками ездить. Это прекрасно. И Манго. Манго привезли. Ну. Сушенность. Я в тимангу то есть. Просто и там в тимангу. Есть хороший вопрос. Насколько большая пропасть между Азией глазами туристов и Азией глазами работников? Большая. Я, как турист, не ездила в Азию. Скажу вам честно. Но представьте себе. Ой, класс. Лежи наше зло. Но то и вихедный я могу порівняти с вихедным. Я была как турист тоди. Это был прекрасный пляж. Шикарный. Кокосы. Мы были струбочки. Кокосы. Копейки коштует. То это было очень классно. А когда ты работяга, заходишь в хату на порозе скорпиона. И ты уже бездыханный. Тебе страшный. То воно, звичайно, есть разница. Но я бы сказала, что прям такая жахливая Азия. Мені было очень интересно. Я ж тут такая домашняя аптечка взяла. Вже поняли яка. Люблю, чтобы все было цивилизовано и красиво. Но тут у меня не было культурного шока. Я бачила диток красивых, которые валяются на подлозе в земле. Они посмехались и были счастливы. Я бачила этих прекрасных людей, которые хотят тебе помогать. Они скрозь спевают. Мы там в маршрутке, в аэропорту, на кладовище они живут. То тоже спевают. У них все караоке машины. Я бачила те, что они життєрадосные. Я бачила те, что нужно учиться украинцам. И такой прям великой пропасти я не бачила. Да, это бедные страны. Но они зарабатывают немного меньше, чем мы. И если брать официальные зарплаты, то у них минимальность выше, чем у нас. Просто у них другие жизни. Они не так за чистотой смотрятся. Хоча все сидят на улицах и полоскуют. Все перут, перут, перут. Они просто другие. Хочете, я расскажу очень интересную вещь про американцев. Вот мне было бы, наверное, интересно. Они такие вредные. Это просто невозможно с ними вообще как-либо пересекаться. Они даже говорят слово. Я вызову полицию. Они всегда улыбаются. И всегда вот так вот с тобой разговаривают. Такие дружелюбные. Но у нас было несколько таких моментов, которые просто меня выводили из себя. Мы стоим в очереди. Я говорю, Анюта, становись в очередь. Мы с Янкой за кофе и приходим к тебе. Твоих зайцев упьем. Сейчас вернемся. Мы пока с Яной за кофе сходили. Приходим такие все со снеками с кофе. Становимся к Ане. И тут вся толпа американцев начинает на нас кричать. Типа нет. Вы здесь не стояли. Идите на конец. Я говорю, так вот же ж. Мы с этой девочкой. Мы ей кофе покупали. Они заставили Аню остаться. Потому что она стояла. А нас всех заставили. И это был не один человек. Это тупо вся толпа. В этом вся Америка. Чувство справедливости у них просто сумасшедшее. Или там допустим мы снимаем просто улицу. Вот просто улицу. Стоит режиссер Яна. Вот так вот снимает на свой телефон улицу. Подходит человек и говорит, а что вы ее снимаете? А там женщина какая-то спиной стояла. Она говорит, она же не давала вам разрешение на съемку. Причем это не друг какой-то подошел. А левый человек. Потому что он увидел, что какая-то женщина попала к нам в кадр. А мы же вообще даже не хотели ее снимать. Мы улицу снимаем. И они такие вот настолько приколупываются ко всему. Они из разряда мы знаем свои права. Мы вам сейчас все расскажем. И это ужасно. Так тоже было больше. Это такая разница менталитета. Ужасная. И то же самое когда на кофе кстати работала. Мы поставили для того про. И мы же не стопаемся. У нас съемка обычно час-два. Камера не стопается. Мы пишем. Потому что мы не имеем права останавливать. Чтобы не дай бог ничего не упустить. И тут какой-то глазастый покупатель увидел. Что камера там. И он начал устраивать истерику. Рассказывать удалите. А я. А я. Причем он не против был. Что мы его сняли. Он был против. Что мы сняли. Как он расплачивается кредитной карточкой. Потому что видите ли. Мы можем где-то рассмотреть. А Гоупро стоит чуть ли не вот там. Вот на заднем плане. Где-то знаете. Он говорит. Вы потом увеличите. Увидите номер моей карты. И мы ему. Наверное. Нам пришлось где-то час времени потратить. Чтобы судорожно. У меня уже слезы наморачиваются. Потому что прошло полдня работы. Камера не стопилась. И он говорит. Удалите материалы. Я понимаю. Что я удалить не могу. Вот просто не могу. А он говорит. Я же из полиции вызову. И все. У меня уже в глазах там темнело. Очень сложно с ними договариваться. Но как. Но получилось. С горем пополам. Я его просто молила. Удывалась. Обещала. Что ты рассказывала. Я уже. Сижу. Это было сложно. Потому что переживаю. В ситуации. Да. Такие. В Азии с этим простейше. И хотя Филиппина просто не единственная азийская страна. У которых тоже христианство. Тому там не было таких проблем. А вот в Малайзии. Когда мы девчаток снимали. Все. Вони то хоть и не против. Но кто-то сказал в полицию. Подошел полицей. И говорит. Не можно мусульман снимать открыто. Ну это единственное место. Да. А так мы просто подходили. У нас такая девочка режиссер. Такая милая. И не понимала. Что она. Кем найт лис. И говорит. Да. Вика вообще одуванчик. Она маленькая. Хроненькая. И беленькая. И с голубыми глазами. И такая же. Вот как ты скажешь нет. Карп для Азии просто. Да. Час пролетел незаметно. Уже. Спасибо за ваши ответы. У нас Алина завершающее слово. Для тех кто смотрит за рабичам на новом канале. Смотрите. Обязательно. Смотрите. Обязательно. Продолжайте. В 19.00. Сегодня будет снова 2 серии. А наступный тиждень будете вы и мы. И мы будем в зоне Филиппинах. И это же финал. И это будет круто. Это будет финал. Это будет финал этого сезона. Остальная серия сезона. Да. 29 травня. Правда? Да. У меня будет небоскребок. А у меня тоже будет что-то. И сегодня обязательно. Прибирание. И будут ракушки. Я поеду на фабрику. Короче. Нам не надо было давать. А у Валика тоже. У Валика будет водопад. Кокосы. Там где он травмуется. Отключайтесь. Все. Да. Сегодня тоже дивиться. Еще у нас есть Катя Сенченко. Забуд сказать. И шелковый. В общем. Все мы прикажем в берег.